Здравия желаю пацаны и пацанессы! Сколько зим прошло, сколько воды утекло, все мы стали старше, мудрее, осознаннее. А что это значит? А это значит, что вас сегодня ждет видос про игру Гарри Поттер и Узник Аскабана. Все свои ностальгические приколюхи я оставлю на конец видео, когда буду подводить итоги, прошла ли игра проверку временем или нет. А сейчас быстро пробежимся по сюжету. Игра нас не балует особо большим вступлением. Волчара позорный воет на луну, а наша гоп-компания из местных маргиналов летит на РЖД электричке в свой политехнический техникум. В новостной ленте телеграмма мелькает инфа, что убер-маргинал по прозвищу Сириус покинул свое место заточения и наводит нереальный кипиш среди местного населения. Без предупреждения о войне киска Гермионы нападает на крысу Рона и второй, дабы сохранить свое существование, пришлось ретироваться из данного заведения. Наша троица святых, решив, что так дела на районе не делаются, идут спасать крысу. Теперь, собственно, начинается геймплей. Нас научат ходить вперед-назад, влево-вправо, колдовать, прыгать и зарабатывать на криптовалюте. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Преодолевая вагоны один за другим, мы натыкаемся на драку Малфоя после нереального буллинга Белоснежки. Драка Малфой, ты значит едешь вместе со всяким зверьем? Да уж, где ему еще искать себе друзей, как не здесь? И случается наш первый босс-файт. Так, чисто раскидались, пятака дали и миром разошлись. Путешествуя по РЖД электричке, мы наконец-то нашли крысу по кличке Мышь. Но ровно в этот же момент в вагон врывается новый вид роботов-пылесосов, которые высасывают душу и используются в тюрьмах особого назначения, по типу Кристы, что находится в Санкт-Петербурге. Откуда, кстати, сбежал Сириус из начала видео? Наша задача немного поколдовать, не давая роботу-пылесосу провести акт насилия над Гарри. Мы с этим успешно справляемся, но когда тот подрубает турбо-режим, мы терпим полный крах. Но слава богу, что на верхней полке спал местный алкаш. С кое-чем поувесистей, чем никому не нужная волшебная палочка и выстрелом из пистолета Макарова отправляет робот-пылесос в нокаут. После дикой пьянки и долгой дороги в электричке, мы очнулись в нашем ПТУ под названием Хогвартс. И не водя титьками по столу, сразу начинаются уроки. Суть урока в том, что надо пройти локацию и по возможности найти все щиты. Если щиты будут собраны все, то вы попадете в комнату, где будет много бобов, которые вы сможете потратить у двух братьев-блеснецов. В основном это коллекционки в виде карточек, которые нам были показаны в первом фильме по Поттеру с мемным описанием волшебников и всяких мифологических чебупелей. Обойтись, Дементий, гони свиней. Если собрать все карточки, которые есть в этой игре, то близнецы тебе выдадут секретную карточку. И именно в этом прохождении я это сделал и закрыл свой детский гешталь. Я был очень приятно удивлен, потому что такой крутой отсылки к будущим творениям по вселенной Гарри Поттера я больше не видел нигде. Было бы хорошо показать вам ее и дать послушать ее описание, но не в этот раз, ребята. Я к этой цели шел 25 лет. Я не готов делиться этим со всем миром. Кто захочет, пройдет игру и узнает. И примкнет к нашему братству. Ладно, мы отвлеклись от сюжета. Пройдя первый урок на отлично, за рыжего из Иванушек, мы получаем интересное предложение прогуляться в ближайшую лавку с нереальным хабаром и скидками в черную пятницу. Стирая ноги от ступней до жопы, преодолевая путь к лавке, мы встретим профессора МакГонагал и Дамблдора, которые нам дадут совет по типу «Учись хорошо, сам не болей, все, я погнал, привет родней» и отпустят с миром. Перед входом в лавку Гермиона резко вспоминает, что не перетерла одну тему со старой мымрой и резко ретируется в неизвестном направлении. Рон и Гарри, поводив жалом по местной погодельне, решили оставить покупки на потом. И выйдя из прекрасного заведения, нас встречает глава местной ОПГ по имени Пивс. Вообще, это чисто книжный перс, в фильмах он не встречался. Но в принципе, это и не важно, а важно то, что он обладает нужными бумагами, которыми он охотно делится после проведенного акта насилия с нашей стороны. Реакусанты, рекусанты, мерзкий фонти, мерзкий визли, вы еще пожалеете. Пароли у нас! Получив все нужные бумаги, наши герои вновь объединились и стартанули на урок по уходу за животными. Лично я ожидал увидеть там своих однокурсников с путяги. Но все оказалось не настолько плохо. По пути на урок мы попадаем на доп-квест. В колодце живут так называемые пикси, которые в фильме и в игре выглядят не по канону. Если отталкиваться от книжного варианта, то у них нет крыльев. Но кого это волнует? Не уверен, что среди моих зрителей есть люди, которые умеют читать буковки. Короче говоря, этот колодец надо зачистить 5 раз. Ура! Победа! После этого мы наконец-таки попадаем на урок. И нам дают покататься на гиппогрифе. Процесс полета довольно-таки прост. Нужно будет пролететь все трассы 5 раз, чтобы получить зачет. И снова ура! Победа! После урока происходит знаменитый троллинг от гиппогрифа в сторону Драко Малфуя. Эйди, я умираю! Он меня убил! Мама! Вызывай ГИБДД! Меня машина убила! И все расходятся по своим делам. Не успел Гарри Поттер вспотевшую махню почесать после неудобного седла гиппогрифа. Как нужно снова идти на уроки. Отдуваться там будет уже Гермиона, поэтому Гарри сможет распить по пути баночку нулевки и снова парамсить с товарищем Пивзом. Товарищ Пивз оделся уже посолиднее. Но он так и не понял, что лучшее оружие против волшебной палочки это не булава, а тульский токарев. Но скорее всего, мистер Пивз еще не скоро дойдет до этого просветления. И выписав мистеру Пивзу поездку в травматологию, мы наконец-таки попадаем на урок. И миссис МакГонагалл начинает показывать фокусы покруче этого вашего напорка и Нераянга. После этого пожилая спросила, нет ли добровольцев на подобный движ и под наше управление попадает Гермиона. Ее геймплей заключается в том, что мы будем с помощью этой вашей магии управлять либо кроликом, либо маленьким драконом. Управление последним сделано настолько криво, что иногда хотелось изнасиловать грязным веником всех, кто принял участие в разработке этой игры. Порешав легенькие головоломки, мы встречаем вот такую чебупелю, но особых сложностей он у нас не вызывает. Ибо мы играем за сильную и независимую Ратфемку Гермиону. И как полагается, отправляем мужика под каблук. Ну то бишь на его законное место. Наконец-таки я прошел эту трассу до конца и снова ура победа. После того, как мы прошли урок на отлично, стартует катсцена, в которой Гарри Поттер играет в квиддич. И когда он стартует за Сничем, во-первых, мы видим, что на подходе роботы-пылесосы-дементоры, а второе, где-то неподалеку сидит пес сутулый и рычит. Гарри Поттер почти поймал Снич, но вспоминает, какие тупорылые видосы он снимал в ТикТок в пятом классе. И от кринжа теряет сознание. А что с ним случилось, вы узнаете в следующем видосе. Вы это, далеко не уходите. Я сейчас текст допишу и вернусь. Вы пока что подпишитесь на этот прекрасный канал, помойте еду перед руками и готовьтесь увидеться в следующий раз. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok